МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Информационные итоги уходящей недели подведу я, Татьяна Фомина. И вот главная тема выпуска. Заросли сухой травы и кучи мусора. Свалки на городских кладбищах стали обычным делом. Порядок на погости стараются поддерживать рабочие чистого города. Теплая сухая погода и сильный ветер поспособствовали пожару Близнаменска. Горели камыши, старые дачи. В ликвидации пожара участвовали ахтубинские огнеборцы. Уже совсем скоро обновленный парк по улице Котовского распахнет свои двери. Завершается благоустройство и парка по улице Чкалова. Один из лучших дней в году – это День музыки, считают педагоги и воспитанники района детской школы искусств. Вчера юные музыканты давали концерт на улицах города. 0,90 – коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона несколько снизился. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 47 человек. Вместе с тем в инфекционных госпиталях для больных с коронавирусом находятся 703 пациента. Из них 46 проходят лечение на базе Ахтубинской районной больницы. В Роспотребнадзоре рост коронавирусной инфекции не исключают, поскольку меняются погодные условия, температура воздуха снижается. Впрочем, говорят специалисты, это обычная картина для многих сезонных вирусных инфекций, в том числе ОРВИ. Вот если по Ахтубинскому району зарегистрировано в августе 840 ОРВИ, то рост пошел в сентябре, конечно, 1100, уже 13 случаев ОРВИ. Это обычный наш сезонный рост, но не все вирусные инфекции обусловлены коронавирусом. Коронавирусы здесь составляют только 1%, от 20 до 30%. Причем тенденции снижения есть. На 25 случаев меньше зарегистрировано случаев, подтвержденных лабораторных по Ахтубинскому району в сентябре по сравнению с августом. Инфекционность вируса при понижении температуры, к сожалению, будет расти, потому что он будет жить до нескольких недель при температуре плюс 4 градуса. Поэтому вот он сезонный вирус. Вот о чем мы говорим, о том, что да, рост будет, потому что инфекционность вируса, сам вирус не будет погибать, концентрация его будет больше. Поэтому мы говорим о том, что да, есть методы, которые нам будут оздоравливать внутреннюю среду. Хорошо, если будет хорошее отопление, хорошо, если хорошая вентиляция, но кратность смены воздуха путем проветривания никто не отменял. Поэтому обычная мера дезинфекции – это хорошее проветривание. Хотите не болеть воздушно-капельными инфекциями, не посещайте места массов скопления населения. Но это не значит, что не надо гулять. Воздухом необходимо дышать однозначно, потому что если сидеть в квартире постоянно, то можно, в конце концов, снизить свой иммунитет до нуля. Мы можем обратный эффект получить. Особый противопожарный режим в Астраханской области завершился 1 октября. А значит, есть некоторые послабления для граждан. В частности, отмена штрафов за разведение костра, сжигание мусора. При этом Ахтубинские пожарные просят жителей быть крайне осторожными. В регионе стоит сухая ветреная погода. Именно сильные порывы ветра в минувшую среду способствовали разбушеваться огню неподалеку от Знаменска, где загорелся камыш, а затем и заброшенные дачные участки. Пламенем была объята территория в 5000 квадратных метров. На помощь местным пожарным выезжали ахтубинские огнеборцы. Не исключено, что именно из-за сильного ветра, который буквально перекручивал электрические провода, вчера в Ахтубинске случились два возгорания. Утром в районе бывшего консервного завода загорелись подсобные помещения магазина «Строитель». Их большую часть удалось спасти. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки. Похожий случай произошел вечером в северном городке по улице Набережная. Произошло возгорание в гаражных боксах. Ветер перекинул огонь на кровлю. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. О противопожарной безопасности сотрудники МЧС напоминают как взрослым, так и детям. Для последних сегодня проводят тематически открытые уроки на базе Ахтубинских школ, в их числе 4, 8 и Кадетская. На Ахтубинских кладбищах порой складывается ситуация близкая к пожароопасной. Заросли травы, кучи мусора – все это к тому же доставляет неудобства для жителей, приходящих на могилы своих родных. Мусор с городских погостов раз в неделю вывозят сотрудники чистого города. За их работой сегодня наблюдала наша съемочная группа. Очень важным направлением в вопросе улучшения состояния кладбища является человеческий фактор. Люди должны следить за порядком не только у себя дома, но и там, где покоятся их родственники. Многие граждане приводят могилы в порядок не только по весне в преддверии православных праздников, но и выкашивают траву в осенний период, так что вывозить мусор приходится постоянно. Этим в Ахтубинске занимается предприятие «Чистый город». Внутри кладбища стараемся выносить оттуда. По мере возможности ставим среди недели людей, они изнутри выносят, и мы потом в пятницу у нас стараемся по пятницам проводить там субботник до обеда. Сегодня работники предприятия «Чистый город» очищали по периметру вдоль железной дороги старое кладбище. Из тех мест, где недоступно проезд трактору, мы выносим руками. Тот скопившийся мусор, который вы сейчас наблюдаете, находится очень близко к оградке, к ограждению забора. Этот пролет забора мы сняли и руками на баннерах выносим мусор в площадке, в которую потом трактор погрузит по массам. Предприятие «Чистый город» уборку мусора производит на всех кладбищах. Но несмотря на то, что работы проходят еженедельно, количество мусора не иссякает. К сожалению, в тех местах, где мусор был вывезен, мусорной кучей появляется вновь. Жителям и посетителям кладбища этот мусор складируется на предыдущих местах. Это затрудняет общую картину по вызову мусора и зачистке кладбища целиком. А куда вообще должны люди носить этот мусор, если не по периметру? На территории кладбища есть контейнерные площадки. Если контейнерные площадки пустые, лучше складывать там рядышком и удобно забирать. Во-первых, это будет одно локальное место, а не по всей территории. Если мусор складируется в одном месте, то ручной труд не требуется. С поставленной задачей справляется техника. Сегодня она тоже работает по периметру старого кладбища, но с другой стороны. Там скопилось столько мусора, что за один день не управится. Работы продолжатся и на следующей неделе. Благоустройство территорий, формирование современной городской среды. В программе участвуют разные муниципалитеты района. Самый большой фронт работы у города. Новости с фронта иногда приходят целыми пачками. Однако сейчас как будто бы затишье переживают горожане. Так ли это? Обсудим тему с главным благоустроителем. По крайней мере ответственность за этот фронт лежит на плечах Людмилы Синебрюховой. Людмила Альфредовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте отметим, что в этом году мы благоустраиваем четыре общественные территории в рамках государственной программы формирования комфортной городской среды. Это парк Чкалова возле Налоговой, это парк культуры и отдыха, стадион Волга и в Ахтубе парк по улице Котовского. Ну можно отдельно пройтись по каждому парку, что сделано и что осталось? Конечно. На парке возле Налоговом основная масса работы в принципе уже завершена. Население видит, что мы установили площадку детскую на резиновом покрытии, установлен веревочный парк, не так давно приняты работы по установке ротонды. Для нашего города это тоже новое, такого еще нигде нет. Это будет, наверное, место для каких-то фотосессий, может быть, свадебных каких-то выездных церемоний. Ну мы так вообще думали, как бы, а там уже как население примет данный проект. Установили скульптурные композиции художнику Котову, рабочее место художника, стол, стол, мольберт, садово-парковая мебель тоже достаточно оригинальная, и в нашем городе еще такого нету. И вроде как по отзывам, которые в интернете население принимает, и это понравилось. Вот то рабочее место художника Котова, его можно тоже использовать, скажем так, где можно присесть и что-то представить? Фото-зона. Это фото-зона вообще как бы делалась. Задумка первоначальная была такая, что будет фото-зона. Ну а дальше рядом у нас там находится художественная школа, которая обещала, что будет использовать данные направления в рамках вот их реализации мероприятий. Установлена клумба тоже так же, топиарис, культура бабочка. Осталась на этом парке незавершенными установка пилонов и газонов, то есть это будет как мини-выставка картин местных художников. Работы начнутся на этой неделе, то есть они уже изготовлены, должны будут приехать к концу, вот на выходные, скорее всего, сами газонные заграждения и сами вот эти шаблоны. И на той неделе начнется работа по установке. Ну и основное мероприятие это замощение, то есть то, которое длится уже более, наверное, трех месяцев. К завершению подходит уже вот-вот-вот, но мы правда ждем, с подрядчиком работы мы ведем, потому что сроки задерживаются, да, на самом деле. А по каким причинам? Причины, которые говорит нам подрядчик и пандемия, и условия сдержанного вот этой вот работы, и нехватка вроде как работников. Но работы ведутся, переговоры проводим, вроде как обещают закончить. Надеемся, что еще недели две и мы получим полностью завершенный объект. Мы на это надеемся, по крайней мере. Там ограждения не будет, да, поскольку решили, что это будут зеленые насаждения? Ограждение будет именно на том месте, где у нас сделана импровизированная сцена. Мини такие маленькие по кругу, это будет именно для вот этих пилонных газонных ограждений, типа для того места, где будут устанавливаться картины местных художников, детей, которые вот посещают школу художественную, и вот. То есть будет зеленое ограждение? Нет, это будет забор, это будет железный маленький забор. Железный маленький забор, такое будет ограждение в парке по улице Чкалова, а в парке по улице Котовского ограждение? Котовского, парк. Также проведены, в принципе, масштабные работы, если помните, и выезжали, то есть там были просто заросли, заросли, непроходимые чаще в настоящий момент. Опиловка произведена, установлена детская площадка, работы по замощению выполнены. Кто там был, заметили, что там есть, правда, импровизированная сцена. Сделано это по задумке главы города, чтобы население Ахту, чтобы и совместно с учреждениями культуры города, выходили, устраивали мини-фестивали, праздники для населения, которое живет там, у которых нет возможности каждый раз выехать именно в центр города. Вот на этой площадочке будут творческие вечера, какие-то там импровизированные сцены. Садово-парковую мебель установили, освещение установлено, система полива тоже продумана, все это там уже произведено. Некоторые жители там уже пытаются найти вход в этот парк. Вход в парк тоже будет. В данный момент ведутся работы по установке забора. Центральный вход будет с дороги, где уже установлены ворота. И дальше по ограждению периметра парка устанавливается забор. Входа будет два и ворота. Освещение в парке продумано, уже работы приняты, исполнены. Когда будет окончательно уже завершено все? По забору, в принципе, нам подрядчик тоже говорит, что работы еще дней на 7-10, не больше. А после этого нам останется там провести массово субботник, уборку, выкорчевку пней, подвоз земли и разравнение вот этой территории, которая там осталась. И в целом в этом году насаждений там не будет. Но по нашим планам мы тоже понимаем, что если мы вырубили часть основных зеленых насаждений, постепенно планировать будем высадку новых каких-нибудь мини-аллей. Ну что ж, переносимся теперь в центральную часть города, на улицу Циалковского. По центральной части города в парке культуры и отдыха летом установили шахматную площадку, освещение к ней. И в настоящий момент ведутся работы по устройству велодорожки. Велодорожка будет по периметру всего парка. Это как новшество для нашей молодежи, которые вот сейчас стали заниматься и велосипедами, и скейтбордами, и какими-то современными вот этими вот устройствами. Чуть позже продумаем, вот как в больших городах есть разметки на велодорожках, где вот как бы человечек на велосипеде. Об этом тоже знаем, помним. Мы от населения заявки такие поступают. Будем об этом думать и разметку будем наносить такую. Есть мост через пруд, но самого пруда пока еще нет. Смотрите, здесь необходимо отдельно остановиться. Здесь уже данный проект идет не по формированию комфортной городской среды, а это наш народный бюджет. Это новый для нас был проект. Готовили документацию, заявки, голосование населения. Все это проводилось. Курирует по этому поводу у нас Минстроя Страханской области. Первая дата, которая была нам установлена, это 1 августа. Мы должны были до этой даты подать заявку. Чуть позже даты перенеслись и до 1 сентября заявку подали. Немножко внесли изменения. Заявку мы подали. Все у нас хорошо. Документы проверили, приняли. Запланированные в рамках народного бюджета работы по устройству декоративного пруда, установки шаров, фонтанов, газон по улице Циолковского, озеленение по улице Циолковского. Масштабные работы, тротуары, которые были заявлены, которые население выбрало, и освещение по улице Черноиваново. С Минстроем тоже по этому поводу работаем, сотрудничаем. В настоящий момент они готовят соглашение на предоставление дотации бюджетам муниципальных образований. Единственное ограничение, которое было до 1 августа и введение до 1.09. Проект должен был быть реализован до конца 2020 года. Сейчас нам сделали поправки и разрешили проект реализовать до 2021 года. То есть даже если мы в этом году подписываем соглашение и получаем лимиты, то 2021 год будет полностью направлен на реализацию всех тех мероприятий, которые были ранее в этом народном бюджете заявлены. То есть мы об этом тоже помним, мы тоже ждем, мы знаем, что мы это обещали, говорили и сами надеемся на это. Да, вы упомянули, что в программе по благоустройству также участвует стадион «Волга». Здесь какие работы? Это в рамках формирования комфортной городской среды. Здесь масштабных работ не проводилось. Установили садово-парковую мебель, лавочки, урны и установили тоже по просьбе спортивных любителей, футболистов, защитное ограждение стадиона «Волга». Работы в настоящий момент выполнены, приняты, но можем работать, пользоваться, играть. Ну что ж, уже много работ выполнено, есть достаточно много красоты, да, которой хочется любоваться, но есть, к сожалению, и такие у нас люди, которые так любуются, да, что потом выводят из строя какие-то части скульптурных композиций, либо вообще какие-то там детские объекты ломают, да, вот это касается и веревочного парка, это касается и памятника, мы победили, да, где уже успели поломать автомат. Отдельно тоже, да, хотелось бы остановиться, вот если берем парк возле налоговой по улице Чкалова, веревочный парк, подвергся вандализму, лавочки, урны, мне кажется, раз в неделю обязательно подвергаются, выкорчевывают, ломают, топчут. Молодежь, которая старше 14 лет, садится прямо на поверхность сидушки и ногами встает на основании, где нужно было бы и сесть. Детская площадка, которая в налоговом парке, дети катаются, детей там очень много, население сейчас, ну, там стало прям гулять, но если на одной качельке сидит маленький ребенок, то на второй сидит дедушка. Эти фоточки нам тоже присылают, мы все это видим и вот обращаемся к населению. Мы сделали для вас, вы бережете это для своих внуков, детей, иначе у нас с вами ничего не будет. То есть детские качели и карусели, они не предусмотрены для взрослых? Для взрослых абсолютно нет, мы все это понимаем. Для тоже налогового парка устройство резинового покрытия было выполнено под детскую площадку, не успели закончиться работой, резиновое покрытие было специально деформировано, такое ощущение, что каким-то ключом от квартиры просто порвато и разодрано. Для чего это сделано? Это приходится восстанавливать, да? Восстанавливается это. Администрация не отрицает, что да, вы будете ломать, мы будем делать все равно для вас это, мы заново будем ремонтировать. Для тех, кто любит здесь отдыхать. Но вы просто поймите, что это наши бюджетные деньги, это дополнительное финансирование, которое можно было бы направить на какие-то иные цели, а нам приходится отремонтировать то, что было только что для вас сделано. Тут же вот, допустим, автомат. Автомат, который у памятника мы победили, отремонтирован, да, действительно, но был поломан в период массовых мероприятий, которые проходили не так давно, недели две назад. На этой неделе приезжала компания-подрядчик, устранили все нарушения, но тоже надо понимать, что это дополнительное финансирование бюджетных средств. Можно было направить на какую-нибудь лавочку для общественной территории или тротуары, которые вот необходимы делать, о которых говорит наше население. Вот такое нездоровое внимание, да, к благоустройству некоторых граждан. Люди спрашивают, нельзя ли установить побольше видеокамер, чтобы фиксировать тех нарушителей, которые, ну, творят эти безобразия. В этом году тоже принято такое решение, что камеры должны быть установлены. Работы по этому поводу ведутся. В парке Чкалова уже установлены столбы для того, чтобы камеры были повешены. Мы надеемся, да, что к концу года камеры будут по всем территориям общественным, хотя бы те, которые уже более-менее работают, действуют, которые пользуются у населения большим спросом. На парке Котовского будут камеры обязательно, Арбат и пешеходная зона Циолковского в принципе запланирована, 7 ветров тоже планируем. Но еще помимо этого есть ряд мест, где сотрудники полиции тоже нам определили, как те места, где нам необходимо все это задумать. Но мы работаем по этому поводу. По поводу вандализма и всего остального. Та же самая беда и та же самая проблема. Лавочки свалены. То есть для того, чтобы установить эти лавочки, мы их бетонируем, они сажаются на анкера и тем не менее лавочки выкорчевывают, урны выкорчевывают, детская площадка, есть балансир, который бетонируется в землю, выдрали. Мы обратно все забетонировали, то есть как бы с этим нету проблем. Но опять же население должно понимать. Щиток, электроограждение, вырван, демонтирован. Мы не знаем, где он. Заменили. Устройство тротуарной плитки тоже было в парке Котовского. 16 плиток нету, отсутствует. Ну то есть просто население приходит, вытаскивает. Они могут валяться, они могут быть и сворованы. Но тем не менее мы работу ведем, мы это все будем заделывать и доделывать. Также в парке Котовского система полива была в этом году установлена. Своровано 8 кранов, их нет. Работы будут да, все это проводится, все это будем доделывать. Шахматная площадка. Установлены фонари, которые в такой же гамме, как и по зоне Циолковского и по зоне Арбата. Два фонаря разбита. То есть зачем и для чего. Шахматная площадка, опять же, то есть вот сейчас об этом говорим, на ней видны на столах следы ног. То есть население приходит туда. Может быть ночью. Кто-то приходит там, да? Кто-то приходит, встает ногами на эти столы. Они для этого не сделались. То есть они были предназначены для игры, для занятий, для развития наших детей и всего остального. Потому что этим у кого-то другое воспитание, кого-то лучше или иначе обращаться. Здесь хотелось бы вот именно обратиться. Так делать не нужно. Так делать не нужно. Нужно все беречь, то, что делается, да, и приумножать, наверное, красоту и вот это благоустройство. Кстати, вот парки Котовского, по улице Котовского и по улице Чкалова вот-вот, да, уже завершат свое благоустройство. Какое-то торжественное открытие будет? Вообще планировали, как бы, мы хотели парк Чкалова открыть торжественно. Но опять будем наблюдать и погодные условия, и временные рамки, и также ситуацию с коронавирусом. Будем надеяться, да, что все равно пройдет какое-то праздничное мероприятие. Спасибо, Людмила. Встретимся тогда уже на торжественном мероприятии по поводу, если такое случится. Ну а мы продолжаем нашу программу. С приходом октября в силу вступает ряд федеральных законов. Так, со вчерашнего дня закон отменяет ограничения, по которому переплату по налогу разрешается зачесть только в счет налога того же вида – федерального, регионального или местного. Будет разрешен зачет переплаты по федеральному налогу в счету платы региональных и местных налогов и наоборот. Это касается также пений и штрафов. С 1 октября только на карты МИР будут зачислять пенсии и другие социальные выплаты из Пенсионного фонда России. Пособия по беременности, родам и по уходу за ребенком. Пособия по безработице. Ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет. Что касается маркировки товаров, то это станет обязательным для духов, туалетной воды и фотоаппаратуры. С понедельника, то есть с 5 октября, повышается прозрачность благотворительности. В законодательстве появляется определение ящика для сбора пожертвований, а также правила его использование. Например, некоммерческая организация обязана указать свое наименование, адрес сайт, если он есть, и объявить о цели сбора, разместив эту информацию на ящике. Также НКО должна будет публиковать отчет об использовании собранных пожертвований, в том числе на сайте организации. С 12 октября усиливается контроль за МФО. Банк России сможет ограничивать работу микрофинансовой организации в случае неисполнения предписаний регулятора и воспрепятствованием проведению проверки ее деятельности. Работа ломбардов будет регулироваться. Ломбардом не сможет называться организация, которая не внесена в специальный госреестр, а сумма займа в ломбарде не сможет превышать оценочной стоимости заложенной вещи. В предпоследний день октября вступит в силу запрет на использование кальянов и никотиносодержащей продукции в кафе и ресторанах. То есть деятельность кальяных закон не запрещает, он запрещает использование кальянов в общепите. Вчерашний день был богат на разные праздники, в их числе и Всемирный день музыки. И в Ахтубинске его отмечали. Наполняться музыкой город начал с утра благодаря учащимся и педагогам районной детской школы искусств, рассказывает Анна Фадина. Сегодня мы находимся на замечательном мероприятии, посвященном Днем музыки. 1 октября на излюбленном месте горожан РПА-400 прошел концерт, посвященный Дню музыки. В мероприятии принимали участие учащиеся районной детской школы искусств имени Миле Балакирево. Сегодня замечательный праздник, Международный день музыки. Мы его отмечаем каждый день традиционно. У нас есть творческая акция «Маршрут хорошего настроения». Ежегодно мы ездим со своим музыкальным автобусом по детским садам и школам Ахтубинского района. В этом году мы решили сделать наше традиционное мероприятие в сквере Арбат-400 на тематической площадке гитаре. Мы очень рады радовать детей музыкой, потому что музыка – это волшебный мир, который дарит каждому из нас замечательное настроение. Мы благодарны, нам очень нравится. И очень поучительное мероприятие. Дети смотрят, видят инструменты и в дальнейшем после выпуска из сада тоже идут заниматься музыкальной школой. Своё творчество и радостное настроение в этот день выступающие подарили не только зрителям, пришедшим на концерт, но и всем прохожим. Звуки музыки лились рекой, наполняя воздух атмосферой вдохновения и восторга. Посетить мероприятие пришли воспитанники детских садов. В ходе концерта ребят знакомились с разными музыкальными инструментами, даже такими необычными, как гусли или коломбо из солнечной Африки. Замечательное впечатление, светлый и радостный праздник. Октябрь наступил, а ещё тепло, погода радует. И артисты прозвучали многие инструменты. Спасибо. Весёлое настроение создали игры с котом Матроскиным. В этом году школа искусств имени Балакирева подготовила для зрителей в подарок открытки к Международному Дню Музыки. И здесь у нас расположен QR-код, отсканировав который, мы можем узнать о истории праздника, о правилах хорошего тона во время концерта. Я думаю, это будет хорошей памяткой для каждого юного зрителя. Поздравляем всех с Днём Музыки! В районном историко-краеведческом музее открылась выставка робототехники. Её организаторы уверены, что роботы из разных углаков мира заинтересуют как детей, так и взрослых. В районном историко-краеведческом музее открылась выставка, которая наверняка понравится как малышам, так и взрослым. Александр Протопопов приехал из Омска, чтобы показать большую часть семейной коллекции представителей искусственного интеллекта. Это робот? Миконойд. Он французский, но знает русский язык. Мы сделали русский язык, и с ним можно общаться, болтать, можно гулять с ним. На выставке можно увидеть роботов из разных уголков мира. Так, например, робот Плео, которого можно покормить и даже поиграть с ним. Смотри, он всё чувствует. Это японский робот, но вот у него есть видеокамера, датчики. Он как живой, видишь? Смотри, видишь, я его глажу, ему начинает нравиться. Да, также его можно покормить, его листиками. А, смотри, он играется с тобой, начал, как собака. А, вот так? Да, 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 видишь, играется. Смотри, сейчас убираться будет. А палец, если вставлю, он не укусит? Укусит чуть-чуть. Видишь, играется. Есть российские детские роботы, но они по большей части самодельные, и, как признается сам Александр, самые любимые. На выставке также можно научиться управлять акулой-роботом. На выставке у посетителей есть уникальная возможность познакомиться с летающей акулой и механическими пауками, которыми можно управлять самостоятельно. А еще арахниды могут стрелять разными снарядами. Дети могут устроить бои роботов, то есть устроить перестрелку между собой, пострелять. Выставка полностью контактная, все экспонаты можно трогать, управлять ими. Так, смотри, вот они так же ходят. И в завершение мероприятия можно погонять на радиоуправляемой машине на заднем дворе музея. Выставка роботов работает с 1 по 18 октября ежедневно с 10 до 18 часов без выходных. Анна Фадина, Сергей Николаев, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. Это все новости на сегодня. Хороших выходных. До встречи.